Когда несколько лет назад на повестку в Новосибирске был поставлен вопрос, как поднять колен городские бани, выход был найден в заключении концессионных соглашений с бизнесом, который готов вкладывать деньги в легкий пар. Именно это произошло и в 2018 году, когда между мэрией Новосибирска и компанией Объединения 24 было заключено концессионное соглашение о реконструкции банного комплекса в Первомайском районе. Банный комплекс на Вересаево был построен в 1977-м. За более чем 40 лет здесь не было ни одного капитального ремонта. По состоянию на 2017-й износ объекта составлял 45%. Это раздевалка на 38 посадочных мест. Здесь у нас помывочное отделение. Обратите внимание на тот же самый потолок. Видны сразу даже оголения стальных металлических конструкций на железнобетонных перекрытиях. Поэтому все это требует, конечно, капитального ремонта. Сентябрь 2018-го. На стенах здания трещины, частично разрушена кладка, нет приточной вентиляции, изношена система водоснабжения. Чуть более года спустя мэру показывают совершенно иную картину легкого пара. Сенсорная дорожка. Люди сначала ее как бы обходили, а теперь говорят, ну они когда читают информацию, они говорят, прикольно. Они у меня тут, знаете, маршируют сюда-сюда. Сенсорная дорожка, которая реконструирует морскую гальку. Бассейны в мужском и женском отделениях. Зона отдыха. От прежнего антуража остались только эти каменные плиты. По условиям концессионного соглашения на реконструкцию Общество с ограниченной ответственностью объединения 24 было дано три года. Концессионер уложился в один. Правда, сделать это было непросто. Мы оставили пять несущих стен. В принципе, здание осталось пять несущих стен и все. Когда мы начали реконструкцию, мы были шокированы. Вообще, что тут было? В перекрытии падалась штукатурка какими-то глыбами. Вместо первоначально запланированных 10 миллионов в реанимацию этой бани концессионер вложил уже более 20. Эта баня относится к тем, у которых экономика по бюджету не складывается. Тем не менее, вы видите, что выглядит очень достойно. В принципе, для первомайки баня – это очень актуальный вопрос. Особенно для вот этого уголка. Реанимация бань за счет денег частных инвесторов выгодна потому, что сами активы остаются в собственности города. Бюджет не тратит ни копейки на ремонт и техническое поддержание. Кроме того, сохраняются и льготные тарифы для пенсионеров и инвалидов. Пока баня на Вересаево работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на начало будущего года. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...